Эту тему мы продолжим с главным экспертом управления госполитики в области водных ресурсов Департамента водной политики, Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана Нурлуханом Бимурзаевым Спасибо, что нашли время для интервью Только что мы просмотрели сюжет моего коллеги Скажите, пожалуйста, у Казахстана и Франции какие общие инициативы и интересы в рамках данного саммита? Да, сегодня проходил саммит в городе Рия, в Саудовской Аравии Цель саммита заключается в обвлечении мировых сообществ в проблемы водных ресурсов Совместно с Францией мы сейчас готовим еще проекты Кроме этого, проблема водных ресурсов, управление водными ресурсами, интегрированное управление водными ресурсами По этой теме мы вместе, совместно работаем с нашим партнером Франции Кроме этого, мы в дальнейшем со стороны Франции, в вузах Франции будем подготавливать наших специалистов, кадров Тоже эти вопросы присоединились к нашим общим работам Да, и глава государства не раз поднимал вопрос по поводу подготовки специалистов О чем вы только что сказали То есть есть у нас сферы, где специалистов до этого особо не готовили, особенно во время паводков все это было Подскажите, пожалуйста, сколько специалистов уже уехало, возможно поедут И через какое время они могут вернуться и уже работать у нас? Так, конкретных числ я вам не могу сказать Ну, если нет, то помогай Именно вот со стороны нашего министерства есть профильный департамент, департамент подземных вод От них точно... А, ясно, окей, хорошо, вы отвечаете за другую отрасль Скажите, пожалуйста, вот вы сказали по управлению водными ресурсами, какая работа в этой части ведется? Так, как вы знаете, в Казахстане вот наши этот водные объекты, они считаются как замкнутыми водоемами Так, у нас сейчас, как с Францией, у нас есть общий проект, это мастер-план по водосборным бассейнам Балхарша Еще, кроме этого проекта, мы сейчас совместно с Всемирным банком работаем над одним проектом Проект называется этот, сохранение и спасение северной части Аральского моря Вот, наподобие этих проектов мы стараемся, именно министерство старается Вот, как эффективно управлять водными ресурсами Давайте перейдем к следующему аспекту Можно ли сказать, что Казахстан рационально использует воду для орошения земель? Трудно сказать, трудно ответить Как вы знаете, если брать 100%, 70-80%, водозабер идет только на сельское хозяйство Основной потребитель по секторам является водное хозяйство, сельское хозяйство От вам идет эта оросительная вода Мы по этим ключевым позициям, мы, конечно, отпадаем И, к сожалению, мы в данное время, в настоящее время То есть необходимо улучшать работу, да? Улучшать работу, да Есть где вот работают В том числе и в рамках саммита, возможно, прозвучат какие-то идеи В рамках саммита мы уже озвучили, вот, казахстанская сторона, свои инициативы Это водонапорная башня касательно ледников Спасение и сохранение ледников, один из наших инициатив Еще будет казахстанская часть присоединяться к инициативам Франции Это Freshwater Challenge Еще мы будем так, по три ключевым документа будем подписывать Первое, это трехсторонное соглашение и две меморандового взаимопонимания Это трехсторонное соглашение уже касательно Балхаша, мастер-плана Это туда входит французское агентство развития, бюро по геолого-разведке, тоже французская сторона и министерство Вот, трехсторонное соглашение будет разрабатывать этот мастер-план по бассейну Балхаша Туда входит исследование полностью Скорее всего по поддержанию Балхаша, не по спасению, потому что Балхаш частично будет использоваться для энергетики В направлении, то есть предусматривает сохранение и спасение флорной фауны, полностью водосборную площадь В том числе мониторинг, анализ водных ресурсов озера Балхаш Скажите, пожалуйста, как правительство стимулирует использование водосберегающих технологий? То, что я знаю в данный момент, именно сельское хозяйство На примере фермерской хозяйства, если он будет устанавливать водосберегающие технологии В том числе капельную систему, спринклерскую систему, например Тогда государство покрывает 80% расходов от общей суммы Это огромная поддержка Это вот эта часть многих людей, наших фермеров, стимулирует для установления водосберегающих технологий У меня к вам заключительный вопрос, можно на него кратко ответить Вообще в целом ваше министерство было создано не случайно Это в том числе нужно для развития водной отрасли Есть ли планы на предстоящий период? Возможно, пяти лет? Министерство, конечно, в общем формирует стратегию, формирует политику управления водным ресурсом в данный момент Совместно с местными акиматами? Совместно с госорганами, местными акиматами в том числе Это хочу отметить в первую очередь Сейчас идет новая редакция водного кодекса Это тоже формирует, дает направление развития по управлению водным ресурсом Кроме этого, есть концепция развития водной отрасли на 1924-1928 год Еще есть комплексный план управления водным ресурсом Вот такие огромные стратегические документы в данный момент уже министерство разработало И идет реализация этих планов То есть большие планы впереди? Да, большие планы, в том числе строительство новых водохранилищиков Реабилитация, ремонт, капитальный ремонт, имеющих уже в наличии, в балансе гидротехнических сооружений Некоторые результаты мы видим Успехов в вашей дальнейшей работе, желаю министерству Спасибо большое, что нашли время для беседы Вам спасибо